Добрый день, коллеги! Сегодня мы продолжаем наши круглые столы на площадке Рея Новости. Проводим круглый стол экспертного института социальных исследований. Сегодня мы решили затронуть важную тему добровольчества. Что же такое добровольчество, какие корни добровольчества есть в нашем обществе. И поговорить об этом мы решили с нашими гостями. Это у нас Борис Вадимович Межуев, российский политолог, философ и журналист. Александр Борисович Рудаков с нами на связи, политолог. И Шаповалов Владимир Леонидович, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук. Я хотел бы передать слово Шаповалову Владимиру Леонидовичу, заместителю директора Института истории и политики МПГУ, чтобы попробовать провести некие исторические параллели. Действительно ли добровольчество, волонтерство, жизнь для другого, а не для себя, не исполнение не своих сверхэгоистических целей, задач и желаний, а нечто большее, некая миссия, действительно свойственная нашему обществу? Да, Александр Николаевич, спасибо. Я также согласен с этой идеей. Хочу сказать, что и общество, и государство, и семья, и человек, и страна в нашем случае, в случае России, это единое целое, это то, что связано воедино и формировалось исторически как сообщество-сообщество. И именно в этом основа нашей солидарности, коллективизма, соборности нашего общества. По-разному можно это называть. Можно употреблять советский термин коллективизм, можно употреблять старый российский термин соборность. Есть некоторые отличия смысловые у этих терминов, но суть по сути одна. Это единство народа во благо развития общества в целом. И у нашего добровольчества существуют очень глубокие традиции, которые фактически пронизывают всю нашу историю. Я бы остановился на трех составных частях добровольческого движения. Это борьба с внешним врагом, как военное добровольчество, вооруженное добровольчество. Это гуманитарный аспект, помощь страждущим. И это экономический аспект, то есть восстановление и развитие страны, отдельных ее частей. И вот эти три начала в нашем добровольчестве, переплетаясь, проходили через всю нашу историю. Если вести речь о защите Отечества, то начиная с первых шагов русской государственности всегда было ополчение. Были профессиональные войны, но всегда в самые сложные и тяжелые моменты народ вставал на защиту своей Родины. И плечом к плечу с профессиональными войнами сражался на поле брани. И знаменитая Куликовская битва началась с битвы Пересвета, который, являясь монахом, фактически был добровольцем в этом сражении. Самый, пожалуй, яркий пример – это ополчение 1612-го, ополчение Минина и Пожарского, которое не просто было актом доброй воли и объединения людей, которые шли на смерть для того, чтобы спасти свою страну и возродить свое государство, изгнав иноземцев, но также сами собирали деньги на эту экспедицию, на свою победу, поскольку не было уже государства, оно разрушилось, не было уже тех, кто поведет в бой, то есть бояр и князей, за исключением князя Дмитрия Пожарского. И народ сам собрался и сам восстановил собственную государственность. Наше добровольчество 1612-го года – это, я думаю, что очень яркий пример. В 1812-м году, когда Наполеон пришел на русскую землю и возникла вновь угроза независимости нашей страны, была проведена огромная работа по созданию, формированию ополчений. В этой работе участвовала вся страна. Было сформировано порядка 450 тысяч добровольцев пришли в воинские части. Это были люди, которые не подлежали или не участвовали в рекрутском наборе. Это были дворяне, это были крестьяне, это были люди разных национальностей, которые пришли защищать свою родину. Одним из руководителей русского ополчения был князь Кутузов-Голенищев. Он командовал северной частью добровольцев, петербургской, и потом он стал уже командующим всей русской армией. В 1941-м вновь мы видим угрозу нашей стране, и вновь миллионы добровольцев пришли на фронт. И только в Москве, только в 1941-м, накануне Московской битвы, 400 тысяч москвичей пришли для того, чтобы защищать свою родину. И в последующем, и в настоящее время сейчас мы видим, как огромное количество наших сограждан считают своим долгом защищать родину в рамках специальной военной операции, являясь добровольцами, приходя на фронт в качестве добровольцев. Если вести речь об экономической составляющей, она также присутствовала всегда, но прежде всего мне хотелось бы обратить внимание на такой феномен нашей цивилизации, как всесоюзные комсомольские стройки, стройотряды, начиная с 20-х годов XX века после разрушительной гражданской войны, и необходимости индустриализации, сверхбыстрой индустриализации происходила огромная волна людей, большой энтузиазм людей, которые участвовали во всесоюзных комсомольских стройках. Вплоть до 1991-го ежегодно десятки и сотни тысяч молодых людей отправлялись на комсомольские стройки, участвовали в соревнованиях, считали честью отправиться на трудовой подвиг. Целина, Байкало-Амурская магистраль, АвтоВАЗ, КАМАЗ, большое количество других строек – всё это созидалось руками добровольцев, экономических добровольцев. В нашей нынешней истории это те наши сограждане, которые участвуют в возрождении, восстановлении на добровольческих началах, собирают помощь пострадавшим в результате украинской агрессии регионам. И, наконец, гуманитарный аспект – это также помощь, которая на протяжении всей нашей истории оказывалась и в рамках общин, и в рамках церковных сообществ, в рамках отдельных городов. Было хождение в народ, интеллигенции в XIX веке как тоже проявление добровольчества. И если мы ведём речь о времени относительно недавнем, это, конечно, огромная помощь, которая была оказана в 1986-м после разрушительного землетрясения в Спитаке. В последние годы это наводнение в Крымске, которое привело к большому количеству добровольцев. И, конечно, те инициативы, в которых участвует огромное количество людей со всей страны и которые направлены на оказание помощи, нуждающимся в этой помощи сейчас на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. Добровольчество в нашем культурном коде – это основа русской цивилизации, за други своя, всем миром – это слова, которые являются шифром нашего русского мира, русской цивилизации. Вопрос от журналистов я, наверное, адресую его себе и Владимиру Леонидовичу, поскольку, мне кажется, мы вместе сможем достаточно полно ответить. Задает Максим Олегович нам вопрос по, соответственно, проходящему в Манеже форуму «Мы вместе 2020» и вообще по работе с волонтёрством в молодёжной и студенческой среде. Вопрос звучит так. Насколько известно, к общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» присоединилось 347 университетов. Каким образом налажено взаимодействие с организациями? Какие форматы волонтёрства развиты в вузах? Насколько активно присоединяются к этой акции другим школьники? И завершающий такой тоже очень широкий вопрос. Какую работу нужно проводить в школах популяризации волонтёрского движения и организации, чтобы вовлекать, привлекать детей к участию со школьной скамьи? Прошу вас. Спасибо Максиму Олеговичу, автору вопроса. Хочу сказать, что действительно значительное число вузов присоединилось, уже присоединилось к акции «Мы вместе». И это ещё не предел. Я думаю, что подавляющее большинство наших и высших, и средних профессиональных учебных заведений, конечно, включится в это движение. В целом, хочу подчеркнуть, что на протяжении последних лет и десятилетий в российских вузах накоплен колоссальный опыт волонтёрской деятельности. И здесь речь идёт о самых разнообразных формах волонтёрства, добровольчества и предназначении тех или иных форм. Есть, были в нашей истории и, вероятно, ещё будут, такое направление, как спортивное волонтёрство. Это олимпиады, это спартакиады, это чемпионат мира по футболу, это важные полезные функции, в которых молодёжь очень активно участвует. И, конечно, это очень важно с точки зрения таких ценностей, как здоровье, здоровая семья, здоровая нация. Есть активное движение «Волонтёры Победы», и оно является масштабнейшим. В нём участвует огромное количество вузов, университетов страны, других учебных заведений. Есть множество конкурсов, акций, форумов, которые связаны в той или иной степени с исторической памятью. Не только о Великой Победе с памятью о прошлом. Это поисковое движение, которое очень активно развивается в молодёжной среде. Это, конечно, бессмертный полк, который, безусловно, является очень ярким выражением добровольчества как такового. Это движение бессрока давности, которое также имеет характер добровольчества и в котором участвуют очень многие вузы. Сейчас в рамках, я представлю педагогический университет, в рамках нашего сообщества, мы уже в течение двух лет развиваем так называемое педагогическое волонтёрство, педагогическое добровольчество. И в том числе отряды наших ребят, вожатых, студентов, будущих учителей отправлялись в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Херсонскую, Запорожскую области. Участвовали в той или иной работе, связанной с обучением, воспитанием, вожатской деятельностью. И с нашей точки зрения это тоже очень важное, очень серьёзное направление. Что касается медицинских вузов, я знаю, то же самое фактически касается студентов-добровольцев, которые и во время пандемии очень активно и сейчас отправляются туда, где нужна помощь медиков, врачей. Формируются отряды, которые занимаются этой деятельностью. Очень активно в настоящее время работают студенческие стройотряды. И вот эта традиция, о которой я говорил, эта славная традиция XX века, она возрождается и в настоящее время. Что касается школы, что касается школьников, то, конечно, воспитание, формирование ценностей, связанных с добровольчеством, это очень важная часть воспитательной деятельности в школе. И вот в этой связи хочу подчеркнуть, что здесь необходимо сочетание и работы учителей, и понимания со стороны родителей. Очень важно, чтобы родительское сообщество также участвовало в этой деятельности. И, конечно, важную роль играют разговоры о важном. Это цикл занятий, внеклассных занятий, которые сейчас введены в школе и в рамках которых с школьниками, с учениками ведется важный разговор на актуальные темы. В том числе связанные с доброй волей сограждан для того, чтобы общество в целом развивалось и были решены те проблемы, задачи, которые являются насущными в настоящее время. Большую роль играет внеурочная деятельность клуба, в том числе исторические клубы. Я уже рассказывал о поисковом движении, в котором активно участвуют многие школьники. Музейная деятельность – все это вместе взятое дает возможность сформировать те ценности, передать из поколения в поколение те ценности, которые мы считаем важными, ключевыми ядром нашего общества. Спасибо.